Мы находимся на территории военного городка, который был построен еще во времена Советского Союза, когда здесь, вблизи поселка Трехызбинка, располагалась танковая дивизия. Позднее, после начала боевых действий на территории Луганской Народной Республики, здесь постоянно размещались части вооруженных сил Украины. Непосредственно в период начала нашей контрнаступательной операции здесь находилась 57-я мотопехотная бригада вооруженных сил Украины. Здесь, да, были боевые действия, наши силы, наши части вытесняли отсюда вооруженные силы Украины, но большей частью, судя по тому, что мы не видим на территории разбитых складов, сгоревшего или брошенного вооружения военной техники, тем не менее, по итогу они отошли отсюда самостоятельно, отошли организованно достаточно, отошли в плановом порядке, то есть они не экстренно бросали здесь все и убегали. Вот это здание, очевидно, использовалось как узел связи, причем узел засекреченной связи. Мы здесь не так давно нашли документ, в котором перечень лиц, допущенных к прохождению внутрь этого здания, это был узел засекреченной связи. Здесь, в этом помещении располагалась, ну, не то тюрьма, не то пыточная, куда доставлялись военнослужащими вооруженных сил Украины мирные жители с прилегающей территории, которые либо были уличены ими в связях с Луганской Народной Республикой, либо попросту в сепаратизме. Спасибо. 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 Спасибо.